Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но потом, осознав величие, совершающееся в ней таинство, преклонила свою главу под крепкую десницу Божью и сказала Архангелу Да будет мне по слову Твоему И в этот момент произошло таинственное и неизреченное зачатие во утробы Пресной Девы, Богородицы Марии, Ее Божественного Сына, Господа нашего Иисуса Христа Эта тайна превосходящая человеческий ум Многие пытались умом постигнуть ее, но ничего у них не получалось Великий русский писатель Лев Толстой пытался человеческим умом своим постичь тайны Евангелия Но не смог его ум вместить эти тайны, и он переписал своей рукой Евангелие, вычеркнув из него и историю Благовещения, и многие другие истории, которые являются сверхъестественными и превышают человеческий ум И сегодня для многих эта чудесная история Боговоплощения остается непонятной и чуждой Потому что слишком уж противоречит она законам мира сего и тем стандартам, по которым живут современные люди Много ли сегодня найдется молодых людей, девушек, подобных Пресвятой Деве Марии по своей чистоте? Если мы посмотрим на современную девушку, то увидим, что в основном они живут в большинстве своем по совершенно другим законам и стандартам Прежде всего, современная девушка старается быть красивой той физической красотой, которая с ее точки зрения должна привлекать мужчин Если же девушка не обладает естественной этой красотой, то она начинает искусственно всякие ухищрения применять, чтобы стать красивой и привлекательной Носит вызывающую одежду, обильно использует косметику, искусственно увеличивает рост другие части своего тела Они готовы претерпеть физические страдания в течение многих месяцев Идти на риск потерять свое собственное здоровье Сегодня такие вещи становятся технически возможными Как и возможным стало сделать человека черным и белым, мужчину сделать, женщину Но как безмерно далеко отстоит все это от идеалов, которые перед нами раскрывает евангельское благовестие Как безмерно далек мир современного молодого человека, юной девушки и вообще всего человечества от того мира, в котором раскрылась тайна Бога воплощения А почему эта тайна смогла раскрыться? Почему Господь Иисус Христос нашел для себя место на этой земле? Потому что были такие люди, как Пресвятая Богородица, как Иоаким и Анна, как праведная Елисавета Люди, которые жили верой в Бога, не стремились стать красивее или умнее, чем они были на самом деле Со смирением переносили скорби, подобно тому, как Иоаким и Анна переносили скорбь своей бездетности Что сегодня зачастую является огромной трагедией для большинства людей Эти люди в своей жизни уповали не на собственные силы и не на возможности пластической хирургии Но уповали на силу Божию, которая по-настоящему совершается именно в немощи человеческой Сегодня люди перед тобой ставят задачи совершенно другие Ориентируются на совершенно другие идеалы Современная девушка хочет стать не только красивой, но и успешной Для этого она должна сделать профессиональную карьеру Обходить других в гонке за успехом и счастьем Она должна быть успешной и в том человеческом смысле В котором современные люди пытаются обрести свое земное счастье Но только, увы, в большинстве своем они этого счастья не находят Потому что сердце человеческое не может насытиться успехом превосходства над другими людьми Особенно, если оно зиждется, как это зачастую бывает и в этой погоне за успехом На убийстве своих собственных детей Только пережившие, осознавшие Этот ужас аборта человек может реально оценить плату за свое безумие, потерю покоя Человек может обрести все в этой жизни И успех, и материальное благосостояние, и физическую красоту Но не будет иметь самого главного Внутреннего мира, который может быть обретен только в жизни с Богом Праздник Благовещения напоминает нам также и о материнстве Как о главном призвании женщины А не в отказе от него Женщина является продолжательницей человеческого рода Испокон веков именно женщина воспитывала детей Тогда как мужчины трудились, чтобы заработать пропитание своей семье Сегодня и это изменилось И мужчины, и женщины трудятся, чтобы заработать на пропитание Чтобы обеспечить себе материальный успех И реализовать себя в этом временном мире При таком подходе к жизни дети оказываются далеко вне приоритета На воспитание и рождение у многих современных пар На сегодняшний день не хватает ни времени, ни желания, ни эмоциональных сил Потому сегодня так много семей, в которых один или в лучшем случае два ребенка Для многих людей это же не так интересно Это не вписывается в их представление о счастье и успехе Понятие любви так же искажено Любовь как жертва себя для кого-то совершенно неинтересна современному человеку Любовь как удовлетворение самолюбия Вот цель Любовь это тогда, когда мне хорошо Вот ответ современного человека Любовь на самом деле совершенно наоборот Любовь это когда со мной и от меня хорошо Любовь подлинно неразрывно связана с жертвой Сегодня праздник Благовещения Выпал на третье воскресенье Великого Поста В церкви это воскресенье именуется Крестопоклонным Когда церковь вспоминает именно самый главный образ жертвенной любви Креста Господня Так возлюбил мир, что Сына Своего отдал Единородного Отрывок из Евангелия от Марка Который сегодня мы с вами все слышали за Божественной Литургией Как раз дает нам возможность поразмышлять о смысле Креста Хорошо известны слова Кто хочет идти за мной Отрекись от себя Возьми крест свой И следуй за мной Святитель Филарет Московский Размышляя на тему Евангелия Говорит следующее Отречение есть не пренебрежение Ни душой, ни телом Отречься Это значит отказаться от пристрастия Не удовлетворение порицается А пристрастие к нему Греховным является пристрастие Пристрастие – это победа страсти Ведь именно к таким страстям и относится Тот обсуждаемый нами современный образ жизни и взгляд современного молодого человека И мужчины, и женщины А тем более в результате неудовлетворенности от этого взгляда Не реализации своей идеи и желания Отсутствие толп поклонников и поклонниц Результат – алкоголизм, наркомания, одиночество Страсть – это господство над человеческим духом голоса плоти С другой стороны, человек, побеждающий страсть, освобождает душу от похоти От власти плоти Обретает и силу, и терпение, и внутреннюю свободу К этой внутренней духовной силе и к внутренней свободе И призывает нас к крест Христов Обращая наш духовный взор к тем временам Когда Господь Иисус Христос сошел на землю Обращая наш духовный взор к той Пресвятой Деве Которая стала Матерью Божией и Матерью всего человечества Церковь сегодня Особым образом напоминает всем нам Современным людям, мужчинам и женщинам О тех духовных ценностях и нравственных качествах Которые на протяжении всех веков Были достоянием человечества Церковь всегда будет напоминать о таких вечных ценностях Как призвание женщины к деторождению и материнству Призвание мужчины к тому, чтобы быть подлинным отцом семейства Призвание супружеских пар к верности И воспроизведению человеческого рода В любви, мире, согласии Церковь всегда и везде Будет об этом напоминать Невзирая на современные идеалы жизни Предлагаемые и внушаемые призвачные стереотипы И безможные стандарты Да пребудет с нами покров Матери Божией С праздником вас, дорогие братья и сестры